Такого в богатых собах еще не было. Там высадился десант артистов с 20 стран мира. Все действие напоминало карнавал. Под открытым небом танцевали аргентинская танго и бразильскую самбу. За шестым международным фольклорным фестивалем наблюдали наши коллеги. Ураган красок и ритмов обрушили на зал представители солнечной Аргентины. Казалось, что столь экспрессивное исполнение превзойти невозможно. Но вот на сцене коллектив из Тайваня. Публика не отрываясь, следит за не менее ярким выступлением. Артистов из экзотических стран спешили сменить на сцене европейцы. Танцоры из Латвии и Польши. В рамках фестиваля сегодня у нас в гостях страны Аргентина, Польша, Тайвань, Нидерланды, Латвия. Они знакомятся с городами Республики Татарстан. И вот именно эта делегация сегодня посетила наш провинциальный город. Мы провели им обзорную экскурсию. Наши творческие коллективы обязательно чуть позже познакомятся с творческими коллективами этих стран. И мы думаем, что мы будем дружить. Моей личной целью является желание обменяться своей культурой с другими народами. Посмотреть, как они передают свои чувства или народные традиции на языке танца. Это мне особенно понятно. В отличие от тайваньской делегации, участников фестиваля из Нидерландов оказалось всего двое. Это организаторы подобных праздников на родине. Я в России впервые, но мне здесь очень нравится. Я приехал с целью наладить связь с разными национальными сообществами в плане культурного обмена. Ведь именно народная культура, фольклор могут подружить весь мир. Иностранные гости порадовали также и ценители народного искусства в богатых собах. Большой праздник танцевального фольклора пленил зрителей. Всего за несколько часов они смогли познакомиться с культурой 20 стран мира. Выступление артистов продолжится и завтра. В Казанской филармонии можно будет насладиться самыми яркими моментами фестиваля. Коллектива покажет пятиминутную программу, своего рода визитную карточку. Старт в шесть вечера. Карина Насурдинова, Вести Татарстан. Карина Насурдинова, Вести Татарстан.